Пожаром нет. Спасатели вышли в рейд по неблагополучным домам. Кому на Руси жить нехорошо. Жители деревни Чупина оказались в снежном плену. Разведчики по воле судьбы. В Березняках состоялась большая встреча представителей скаутского движения всех времен. Не отпускайте любовь. Очередные участники нашего проекта «Свидание мечты» помирились во время съемок сюжета. Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Только с начала года в Березняках произошло уже 14 пожаров. Два человека погибли. В связи с такой непростой ситуацией было решено проверить противопожарное состояние самых неблагополучных домов нашего города. Вместе со спасателями в рейд вышел и Сергей Коленик и был очень поражен тем, что почти половина жильцов не знают, как вызвать пожарных. Когда наша съемочная группа зашла в дом по улице Челюскинцев 75, мы были просто ошарашены видом бывшего общежития. Обшарпанные стены, кругом торчат скрутки проводов, находящихся под напряжением. Понятно, что пожар запросто мог возникнуть. Вот и на днях здесь вспыхнул огонь, который потревожил даже жителей соседнего дома. «Проснулось в 5 утра от того, что машина здесь более пожарная». По неподтвержденной версии, бомж забрался в бывшую комнату коменданта и устроил там пожар. Чтобы избежать подобных ситуаций, спасатели и решили провести профилактический рейд. «Целью рейда является проверка противопожарного состояния в многоквартирных жилых домах, квартир граждан, вручение памяток о мерах пожарной безопасности и быту». Пожарные прошли по всем квартирам домов на улице Челюскинцев, поговорили с жильцами, раздали памятки. При этом, конечно же, проверили состояние проводки, выявили опасные моменты, провоцирующие возгорание. «Я просто ловила, так нельзя на коврике ставить плитку, надо на негорючие основания». Кроме небольшого замечания, у этой женщины все в порядке. Ей выдают памятку, а Александра Николаевна делится с нами впечатлениями от недавнего пожара. «Я проснулась в этот раз в 5 часов, меня кошка разбудила. Она кричала, она бегала, тут уже дым был у меня в комнате. Я так испугалась, ой, сильно». Идем дальше по коридору. Впереди две заброшенные комнаты, полностью захламленные. Пожарные берут их на заметку, срочно очистить от мусора. Проходим в следующую, уже жилую комнату. Екатерина Николаевна недавно въехала в этот дом и уже успела разочароваться в своем выборе. «Мы только уехали, страшно, что делать, больше нигде жить». Вместе со спасателями мы обошли все квартиры 75-го и 77-го домов по улице Челюскинцев. К сожалению, во многих двери нам так и не открыли. Хочется верить, что и пожар жильцы никогда не пустят в свой дом. Сергей Калининг, Сергей Александров, новости на ТНТ. Запорожила не на шутку. Сегодня к нам обратилась жительница деревни Чупино. Уже третий день девушка не может выехать на работу. Дорогу просто замело. А коммунальщики не спешат прийти на помощь жителям. Наша съемочная группа выехала в деревню Чупино и сама чуть не застряла на бездорожье. Жительница деревни Чупино Ксения уже третий день не может выехать из дома на своей 99-й. Автоледи через несколько метров от своего дома застревает в снежной каше. Из-за заноса на работу она уже не ходит третий день. Ксения живет в Чупино два года и все время сталкивается с одной и той же проблемой. Дороги не чистят. Коммунальщики в поселке – гости редкие. Вы знаете, пыталась на календаре отмечать, когда они приезжают, но сбилась. Должны раз в три дня. Последний раз были в четверг, сегодня вторник. Звонили, спрашивали, почему. Они говорят, техника занята в другом месте. Что нас заставляют чистить все так хорошо, до земли. То есть где-то они чистят так, а к нам вообще не считают нужным приехать. Хотя мы такие же жители города Березники. С января уборкой снега на всей территории города занимается МУП спецавтохозяйства. Ксения говорит, звонить туда по телефону она уже устала. По-хорошему договориться не получается. Думали уже с соседями написать коллективное письмо в прокуратуру, чтобы как-то, может быть, к нам относились как к людям, что мы все-таки живем в этом же городе, потому что по-хорошему не получается договариваться. Иногда вообще не дозвониться по нескольку дней. Может быть, будет какой-то результат. Мы обратились в администрацию города, чтобы там ответили на главный вопрос, когда в деревню Чупино приедет спецтехника и освободит ее жителей от снежного плена. В управлении благоустройства признали, проблема с уборкой снега в деревнях действительно существует. И МУП спецавтохозяйства не укладывается в график. Периодичность очистки деревень, согласно технического задания, раз в трое суток. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что, во-первых, проходит переустановление предприятия, то есть на данный момент не на всю технику имеются в предприятии специалисты, то есть механизаторы. Из-за этого техника не может выходить на линию в круглосуточном режиме, потому что люди тоже должны отдыхать, они работают сейчас по 12 часов в сутки. Однако специалисты Управления благоустройства пообещали, спецтехника прибудет в Чупино уже сегодня и к 12 часам ночи. В этой деревне дороги все-таки расчистят. И уже завтра наша телезрительница Ксения наконец-то сможет спокойно уехать на работу. Евгения Кокширова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Бывшего главного специалиста Управления по имущественным и земельным отношениям городской администрации признали виновным в хищении средств в особо крупном размере. Пермский краевой суд оставил приговор Березняковского городского суда без изменения. В ходе следствия было установлено, что с 17 декабря 2010 года по 19 июня 2013 года осужденный, пользуясь своим служебным положением, похитил из городского бюджета более 2 миллионов рублей. Пользуясь прикладным программным обеспечением и имея доступ к личным данным собственников земель, виновный изготавливал поддельные заявления на возврат денег от их имени. За это преступление бывшего сотрудника администрации приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскали с него в пользу администрации города 2 миллиона 254 тысячи 90 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. 100 вопросов к власти. Завтра, 19 февраля, состоится прием граждан членами общественного совета и главным полицейским Березняков. Прием граждан будут проводить начальник межмуниципального отдела МВД России Березняковский подполковник полиции Алексей Александрович Куледин и председатель общественного совета Леонид Андреевич Ларьков. Горожан ждут по адресу улица Пятилетки 13, кабинет номер 78 с 16 до 17 часов. Контактный телефон 26 25 51. Народные избранники сегодня собрались на очередное заседание по экономической комиссии. Самые важные вопросы обсуждались в разделе «Разное». Александра Зеленина послушала, о чем говорят депутаты. Помимо скучных и малопонятных для простого горожанина цифр из бюджета города, представители власти затронули несколько важных на сегодняшний день тем. Компания «Новогор Приками» предоставила отчет о своей деятельности за минувший год. В числе информации о большом количестве проделанной работы – полезные новости. С 1 ноября компания начала устанавливать антимагнитные пломбы на водные счетчики, дабы избежать хищения воды недобропорядочными гражданами. То есть теперь показания счетчиков магнитами не снизить. Что касается недовольства горожан высоким показателем ОДН, с этим тоже начали разбираться. С 1 декабря происходит снятие контрольных показаний в квартирах и проверка рабочего состояния оборудования. Правда, вот контролеров квартиры пускают только 30% жителей города. При таком объеме невозможно сделать какие-то однозначные выводы и, естественно, как-то эффективно снизить ОДН в доме. То есть даже нет 50% допуска в квартиры. Далее с отчетом выступил главный инженер Березняковской сетевой компании, которая обслуживает теплосети и сети горячего водоснабжения. Однако отчетный период куда меньше, чем у Новогора. БСК приступила к своим обязанностям только в апреле прошлого года, но выполняет работу весьма успешно. Претензий и вопросов не возникло. Зато вопросы появились по другой теме – очистка дорог от снежной мешанины, от которой страдают все жители города. Горожане, мы сами, в принципе, можем констатировать факт, что результат ненормальный. То есть у нас пробки, заторы, узкие, зауженные проезды. Здесь даже в справке пишется, например, о том, что где-то проезды расширены. Ну, оно не соответствует действительности. Учреждение только встает на ноги, вопросов много. И еще раз говорю, что усугубляется это погодными условиями. Есть недочеты, но сказать, что совсем все плохо, я так не могу сказать. Главная причина – недостаток персонала. Спецавтохозяйство борется с этим всеми силами и обещает привести дороги в нормальное состояние уже к концу февраля. Еще одна компания не совсем справляется со своими обязанностями. Это подрядчики, которые строили ледовый городок на главной площади. Вместо заявленных 36 объектов они воздвигли только 16. Да и обслуживают ледовое сокровище не очень качественно. Соответственно, с работой им выплатятся и средства. Вместо 2 миллионов 400 тысяч рублей – всего 1 миллион 80. Плюс штрафы и неустойки. К концу февраля ледяные объекты будут демонтированы. А вот городскую елку-красавицу убирают уже сегодня. На этой ноте совещание закончилось, и представители власти покинули зал заседаний. Александра Зеленина, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Скаут однажды, скаут навсегда. В Березняках состоялась большая встреча представителей скаутского движения всех времен. Взрослые разведчики торжественно передали своим последователям бодрый дух, а некоторые начинающие туристы в этот день получили долгожданное звание. Своё детство вспомнила и Наталья Луначёва. Здесь мы начинаем скаутское ралли, чтобы испытать старую закалку и молодых и зелёных. Встреча опытных скаутов и молодого поколения разведчиков под названием «Скаутский микс» началась с настоящей схватки за право быть быстрее, смекалистей и дружнее. Уже на первом этапе соревнований, где командам необходимо было дружно выпутаться из верёвок, как заметное преимущество взяли опытные скауты. Не стали отходить от хорошей традиции взрослые разведчики и в следующих конкурсах. Где-то они оказались быстрее, где-то опытнее, а где-то главным для победы стала дружба и готовность помочь ближнему. В общем, всё то, чему их научил скаутинг с детства. Но победа, как они признались позже, была здесь не главной. Главное, что они все снова смогли встретиться. У меня был отряд, я была лидером отряда «Орион». Я очень рада, что сегодня двое моих девчонок пришли сюда. Молодцы, это Катерина и Лена. Очень приятно их видеть. Скаутинг оставил во мне любовь к природе нашей, к Пермскому краю. Мне очень нравится бывать в походах, хотя сейчас, конечно, очень редко уже там бываю. Больше это уже воспоминания, фотографии, встречи. Всю свою любовь к скаутингу взрослое поколение передаёт молодым. Встречу можно назвать по-настоящему исторической. Она посвящена столетию скаутского движения в Перми. За одним столом в этот день собрались березняковские разведчики не одного десятилетия. Кстати, все отряды базировались в ДДЮТ, который в этом году отмечает своё 25-летие. Ну как же в такой день не вспомнить, как всё начиналось. История скаутского движения в Пермском крае довольно-таки долгая и начинается с 1914 года. Из города Перми там была мужская гимназия и при этой гимназии был организован первый скаутский отряд. С появлением пионеров, которые переняли у скаутов всё, вплоть до девиза «Будь готов», скаутское движение временно прекратило своё существование и возродилось в Прикамье уже в начале 90-х. В эти годы отряды активно появлялись и в Березняках. Посещать один из них посчастливилось и мне. За 23 года походов у березняковских скаутов накопилось море фотографий. Попробую я себя найти среди них. Кстати, вот и я. Это лагерь «Белый волк» в Татарстане. Здесь меня и посвятили в скауты. Конечно, день посвящения запомнился мне навсегда. Как, впрочем, запомнится и субботняя встреча вот этим мальчишкам. Ведь их, наконец-то, тоже посвятили в скауты. Хотя это стало для них настоящей неожиданностью, мечтали они об этом два года. Вас ждут скаутские испытания, посвящения в скауты. Вы готовы? Да. Ну что ж, завяжите им глаза. Это тайна, о которой вы никогда никому не расскажете. Уже через 10 минут на шею этим мальчишкам их взрослые предшественники повязали скаутские галстуки. Ответственность, которая легла теперь на их плечи, юноши почувствовали сразу. Он стал настойчивым, сильней, чуть умнее. Будем надеяться, что спустя не один десяток лет они также в дружеской обстановке будут встречаться со своими преемниками. И также им будет что вспомнить и что рассказать из своей насыщенной скаутской жизни. Наталья Луначева, Сергей Александров, новости на ТНТ. В детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва прошли открытые городские соревнования по самбо, посвященные 25-летию вывода войск из Афганистана. На состязание съехались 150 участников со всего Пермского края. А зачем на соревнованиях были вооруженные сотрудники ОМОНа, расскажет Сергей Калиник. Соревнования начались вроде бы традиционно, с построения участников. Но после того, как торжественно подняли флаг России, сотрудники ОМОНа внезапно спустились на тросах с балкона и показали высший класс для зрителей и участников соревнований. Они бились на ножах, дубинках, а также с настоящим огнестрельным оружием. Правда, патроны были холостые. После яркого выступления ОМОНовцев на татами вышли спортсмены. Кстати, самым старшим было по 14 лет. Бои длились всего 3 минуты. Но этого времени многим участникам было предостаточно, чтобы добиться победы. Бой был очень трудный. Мне было очень тяжело. Противник был сильный. Но я ему сделал болевой и одержал победу. Олег занимается самбо уже 5 лет. И знает, что этот вид спорта далеко не для слабонервных. А Тимофей Аликин – новенький в этом виде спорта. Он проиграл по очкам и сильно расстроился. Но благодаря соревнованиям Тимофей учел множество своих ошибок, над которыми теперь он будет усердно работать. Брыжки надо быстрее делать. Захват брать. И первым бросать. Главный судья соревнований Леонид Опекунов оценил подготовку спортсменов. Подготовка бойцов наша находится на очень сейчас хорошем уровне. У нас работает школа Олимпийского резерва по борьбе с самбо и дзюдо. Постоянно проходят тренировки. А 27 февраля в спортивную школу «Темп» приглашаются все, кто неравнодушен к самбо. Там пройдут не менее зрелищные бои среди женщин. Сергей Каленик, Лев Собуров, новости на ТНТ. Несмотря на то, что День Святого Валентина уже позади, влюбленные не хотят отпускать этот праздник. Очередные участники нашего проекта «Свидание мечты» доказали это. Новая история любви в сюжете Евгении Кокшаровой. В том году он делал свидание на той девятиэтажке. Это было самое лучшее свидание у меня в жизни. То самое свидание с видом на Стеллу Юлия до сих пор вспоминает с трепетом. Как и год отношений с любимым человеком по имени Саша. Так вышло, что милые поссорились. Недомолвки вылились в расставание. Теперь Юлия хочет начать все сначала. К нам обратилась, чтобы на весь город рассказать о своей любви. Мой молодой человек не до конца уверен в моих чувствах. И я решила как-то доказать ему. Он знает, что для меня это очень сложно. Показывать все чувства как-то на людях. И думаю, что данная ситуация подтверждение будет моих чувств, моих искренних чувств к нему. Юля – девушка, которая привыкла следить за собой. Поэтому перед свиданием наша героиня зашла в салон бьюти. Там знают – красота спасет и мир, и отношения. А мы тем временем спешим за букетом для героини. В салоне «Цветы» на пятилетке 100 для нашей влюбленной подготовили букет необычный, который подойдет к ее экспрессивному характеру – подсолнухи, хризантемы и мимоза. А где же она сама? Юля подготовила для своего возлюбленного необычное свидание на балконе клуба «Семь» торгового центра «Оранжмол». Девушка знает – вид на Стеллу всколыхнет чувства молодого человека. Все готово! Девушка уже отправляет СМС другу Саше. Скоро он тайно приведет его к любимой. Помогает мне в этом все его друг Сергей. Вот благодаря ему, я надеюсь, что в скором времени Александр здесь появится. А вот и Саша. Его друг уходит в сторону. И пара проходит на романтичный балкончик. Юля знает – ее любимый ведет здоровый образ жизни. Поэтому наша парочка потягивает из бокалов детское шампанское. Следующий подарок – вертолетик на радиоуправлении. Кому-то тоже может показаться детским. Но для Саши он очень символичен. «Подарок. Просто я хочу, чтобы, как сказать, чтобы в наших отношениях он был пилотом, так сказать. А я как, да, рулевая моя, как девушка, просто его поддерживала всегда». Вот тут наши подсолнухи приходятся как раз кстати. Саша дарит своей любимой букет, ведь его переполняет эмоции. «Конечно, шарашен. Даже не знаю, что сказать. Слов нет. Волнение даже какое-то появилось». Юля дарит любимому еще один сюрприз. Влюбленные запускают в небо огромные китайские фонарики в виде сердец. А в это время в кальянбаре Синбад для пары уже готовят романтический ужин – подарок от нашей телекомпании. В теплой обстановке уже без камер им точно будет что обсудить. Скажу по секрету, эта история закончилась хэппи-эндом, и два влюбленных сердца снова бьются в унисон. Глядя на эту романтичную историю, вам тоже захотелось устроить праздник своей половинки? Тогда звоните в нашу редакцию по номеру 26 28 17, и мы поможем организовать вам свидание мечты. Евгения Кокшарова, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. Салон Бьюти приглашает создать новый образ. У нас услуги парикмахера, маникюриста, все виды массажа, аппаратная косметология, финская баня с уютной гостевой комнатой. И скидка на все абонементы. Салон Бьюти, Ленина 47. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие. Вы знаете то, что будет интересно другим? Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Это были главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Спонсор прогноза погоды – компания «Агрострой». Только сейчас металлочерепица и профнастил со скидкой до 10%. Березники, Советский проспект 6, Соликамск, Энергетиков 36. Спонсор погоды – кредитные кассы. Займы в короткие сроки на очень выгодных условиях. В ближайшие сутки предурали попадет под влияние небольшого циклона. Этот облачный вихрь, удерживая в нашем регионе пасмурную погоду с небольшим снегом, начнет втягивать в свою циркуляцию холодные воздушные массы. И на территории Пермского края начнут усиливаться морозы. 19 февраля в Перми облачно, временами небольшой снег – минус 5, минус 7 градусов. В Александровске облачно, временами небольшой снег и 7-9 градусов ниже нуля. В Губахе минус 6, минус 8, облачно, временами небольшой снег. В Кизеле 5-7 градусов мороза, облачно, временами небольшой снег. В Соликамске минус 6, минус 8, облачно, временами небольшой снег. В Березниках 19 февраля облачно, временами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 11, минус 13, днем минус 7, минус 9 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. 19 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Если есть у вас проблемы, крыша требует замены. Профнастил и металлочерепица в хозяйстве очень пригодится. Покупая зимой, забираю весной. Вот это удача! Плюс Агрострой подарит до 10% скидки при дачу. Агрострой. Советский проспект 6. Деньги каждому нужны. Нам слова эти важны. Запускаем деньги в массы. Вот девиз кредитной кассы. Приходите, убедитесь. Быстротевы, удивитесь. Ну а чтоб не зря прибыть, нужно паспорт не забыть.